Из-под пера пущинских авторов, участников литературного объединения слова, появилось множество затрагивающих струны человеческой души произведений. Имя писатели решили поделиться с ценителями поэзии и прозы на встрече 2 апреля в Доме ученых. Да пребудет все так же, как было, не в других временах, а в своем. Ну а то, что душа не забыла, сдавит горло горячим комком. Объединение слова работает при Центральной городской библиотеке Пущино уже много лет. Встречи членов клуба, людей, искренне любящих литературу, проходят регулярно. Вместе они изучают теорию, выполняют практические задания, декламируют свои новые произведения, обсуждают возникающие в творческой работе проблемы. Двери литературного объединения всегда открыты для всех любителей слова. Лито имеет довольно уже такой стабильный костяк, где-то около 20 человек. В основном у нас поэты, четыре члена писательских союзов, один член союза журналистов, то есть люди с опытом литературным. Пишут преимущественно стихи, есть и прозаики, но чисто прозаиков мало, в основном пишут люди и то, и другое. Вечер проходил в теплой доброжелательной атмосфере. Авторам для выступления отводилось одинаковое количество времени. Кто-то вначале рассказывал немного о себе и собственном творчестве, иные с первых секунд увлекали зрителей в сюжет повествования. Так Владимир Смирнов перенес слушателей во времена своей молодости. Перед отъездом я все же выкрыл недельку на Токарева, чтобы проститься с дядей Ваней с милой сердцу обстановкой моего детства. А там как раз в ту пору было полно питерской молодежи, присланной в совхоз на прополку. Ну как не залучить девушку из этого цветника? Члены литературного объединения слова всегда открыты чему-то новому. Они с удовольствием осваивают ранее неизученные материалы, приемы и методы. Например, благодаря Виктории Григорьевой пущинские авторы познакомились с шотландской поэзией. Мне очень понравилось само общество. Как внимательно и с каким профессионализмом люди относятся к слову, к рифме и к тому, как нужно говорить поэтическим словом об этой жизни. Мне очень понравилось. Я посетила несколько заседаний и сегодня с удовольствием пришла еще раз послушать их собственное творчество. Один из авторов, Леонид Дмитраков, увлечен изменением форм. Он превращает притчи в стихи. У него их около сорока. Несколько из них были представлены зрителям. Ты хочешь правду, наконец? Не убивала я людей. Вы, люди, сами без затей. Друг другу убиваются за так. Созлости просто, за пятак. Как развлечение, за власть. И делайте это в шласть. Есть в литературном объединении люди, у которых не проходит и дня без рождения на свет нового творения. Карина Петровская порадовала участников встречи лирикой и полушуточными строками. Вот беда не совпадения. Мы на разных полюсах. Это просто не везение. Из судьбы неверный шаг. Ты идешь спокойно мимо. Сердцем за тобой бегу. Не сумела стать любимой. Только любящий могу. В этот день звучали стихи и проза. Произведения, прочитанные авторами, касались множества тем. Любви, дружбы, жизнеземной и вечной. Анна Лихачева, Иван Хромов, Дмитрий Строконь, ТВ, Спущено.